всем привет тебя плохо видно египет шарм-эль-шейх бухта на амабей сегодняшнем влоге нашим ребята вы проведете с нами почти целый день порассуждаем с вами что лучше хургада или шарм-эль-шейх зимой покупаемся с вами в море сходим в ресторан отеля катаракт и также мы покажем как мы живем здесь в этом отеле напомню это отель катаракт и resort 4 египетских звезды ну начнем наш влог у нас вернее не у нас а мы здесь живем не только вдвоем а уже четвером у нас есть собственные коты опа кстати сейчас раннее утро пожалуйста вам код номер один сейчас мы там и мы выйдем с ними познакомимся так что чтобы не бегать далеко кого-то кормить они уже здесь есть местные привет бро как дела перед ней это по-моему она вот маленький котик еще привет да сейчас вас накормит успокойтесь это наш балкон ну да немножко вы вы видите отель не сильно свежий но в принципе отель неплохой вот такой вид у нас кто смотрел на самого начала знает что у нас был другой номер и нам его все-таки через четыре дня поменяли на более комфортный потому что там очень невозможно было спать очень громко играла музыка ночью до 4 утра сейчас будешь кушать так мы возвращаемся к нам номер вкратце покажу эту кучу мы купили в торговом центре дарья это у нас бутылочка вина кстати прикольное вино вкусное мы ходили с валей в махоне здесь я сама утра как вы видите пока мисс валечка собирается кстати вон и валечка пока собирается я немножко тут работаю куча аппаратуры наша лежит всевозможной для съемок и сейчас мы берем собой поплавок чемодан вот так выглядит на как настроение валь хорошие это хорошо в общем мы собираемся кормим нашу живность наших котиков и идем с вами на завтрак кстати погода сегодня как кормим спросите а то скажите что мы из ресторана крадем нет я забираю косточки от курицы все равно их выбросят а еще у нас остались ресторана махоне отличнейшие головы от креветочки эти местные коты такого точно не ели сто процентов все собираемся кормим и выходим кстати мы забыли вам представить назвали мы этих котиков том тома и джерри и маленький он боится но он все равно приходит по вкусу самолет 5 аппетита котики да маленький нашел еще третий ход приходит тоже боится не приходит а иногда еще и ворона прилетает ты довольна что здесь все включено не не только еда там море бассейны а еще и том и джерри включены а мы быстренько переодеваемся и бежим на завтрак потому что он уже практически заканчивается погнали от нашего корпуса к ресторану идти ну буквально секунд 30 наверно да вот так что как всегда я говорила выходим самый последний момент буквально за 15 минут до конца завтрака завтраки в отеле 7 и до аж до 10 утра это нам очень сильно подходит так как мы всегда привыкли приходить под конец завтрака поздно ложимся как обычно с собой не все в лайфхаке кто не знает берите стаканчики потому что здесь очень маленькие и бюджетные отели очень маленькие стаканы если вы были любители кофе также берите с собой заварной кофе кипяточек естественно в столовке есть в ресторане все бежим набирать набирать бежим брать себе еду и включимся уже из ресторана на завтраке уже практически никого нет то и в принципе на завтраке как обычно почти никого нет в отеле небольшое количество стран до отеля людей не особо много и у нас глазуне на любимая да 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 ложка картошки это местная колбаска но так чисто вот чтобы что-то было на тарелке это сосиски с цибуркой но я беру больше цибурку типа и так с овощами овощи на двоих это глазуне я сюда добавляю желток чай напиток сладкое у меня кофе и сладкая сучка до фрукты пары не величек хотя здесь в данный момент есть дыня и апельсин на курсе не так что всем так что всем кто кушает приятного аппетита а мы завтракаем и бежим естественно на пляж к морю красному морю а вы уже выдвинулись на пляж идти нам не знаю минуты полторы наверное хотят или на 3 практические линии нам это вообще никакого труда не составляет мы ходить любим и хотели напомнить ребята будьте внимательны в ресторане когда кладете свои вещи на столы телефоны очки перед уходом проверяйте не забывайте а то женщина бегала сейчас и причитала антончик забыл телефон где телефон а уже к сожалению нет так что да будьте внимательны включимся с пляжа вот мы отсюда пришли тогда до лаяли на катаракт пустая на ма б все на пляже сто процентов но классно что на пляж приходишь сейчас в любое время практически можно найти свободное место иногда даже на первой линии часто задаете вопрос что лучше шармальшейх или хургада сразу хочу сказать что для нас комфорте находиться в шармальшейхе зимой в бухте на ма бэй потому что в хургаде все-таки чаще гораздо дуют ветра и нам показалось что в хургаде и ветра мало того что дуют чаще они еще там холодней хотя там пустыня здесь пустыня в общем наш выбор мы рекомендуем и все-таки зимой это шармальшейх это бухта на ма бэй я вижу что у нас уже там на пляже музыка вылает вовсю идемте искать места то что мы вам говорили сейчас 10 утра посмотрите пляж практически полностью пустой занята только буквально первая линия не знают к отель бюджетный в принципе неплохой можно его рекомендовать но почему-то люди сюда не едут музыка кричит валечка танцует ничего себе так сегодня море мы как обычно забыли с валечкой градусник наш но мы видели пару дней назад муси как говорит валя мужчинка мерил 23 градуса было в принципе я считаю это тепло сегодня отлив как вы видите он люди идут видите по щиколотку и придется где-то купаться уже ближе к буйкам на ма бэй красота а сегодня кстати гораздо людей больше купается чем обычно это не кажется уточнение по поводу воды на пляже написано что вода сейчас 25 градусов возможно 23 или 25 разница небольшая если в 30 уже чувствовалось красота единственное шо конечно при отливе и мелковато ребята вот так выглядит но подводный мир показывать не будем ну здесь на этом пляже он уж точно скудноват сто раз повторял если хотите подводный мир вам нужно идти дальше к отелю новотел там есть риф и там есть рыбки как обычно с первых секунд олег быстренько залез в воду а я все стою и жду настраивается валечка как водичка ну не 25 23 я даже сказал ближе их 22 23 градуса ну брось когда поставишь она очень тепленькая я говорю что она ледяная но естественно если где-то стране минус 20 допустим градусов а здесь плюс 20 днем и вода плюс 23 то мне кажется это очень круто то это жара вода комфортная естественно не такая как мы купались допустим в сентябре потому что там она была на 35 но вода комфортная для зимы вот главное нет ветра спокойно можно выйти зайти и все такое а потому что что а потому что мы выбираем безветренную бухту бухта на амабей на пляжах уже активно анимация все подрубали музыку на всю поэтому пляжи же с пляжа включимся потом ближе к обеду когда музыку выключат скоро будет зарядка он сказал да акваджим зарядка в общем все как и всегда во всех отелях египта погрели косточки на солнышке и снова пора освежиться кстати купающихся по моему стало меньше потому что поднялся ветерок и надеюсь меня плотно еще один гость пляжа даже собака на море не будем тревожить идем купаться на видного беда ребята нет он на пирсе два пацана у них маски нового образца вот они прыгают с двумя такими воздуховодами это новинка этого года вроде бы водичка все-таки супер просто суперовая заходить конечно чуточку сложно выходить уже отсюда не хочется но никак для зимы просто просто класс будем договорить кстати валя там без тебя рассуждал на камеру часто задают вопрос что лучше фургаду выбрать или шарм-эль-Шейх зимой какое твое мнение то я за тебя уже ответил на данном момент это все-таки шарм и это закрытая бухта и это наша любимая бухта на амабэй еще армии есть одна песчаная закрытая да и все а так в основном кораллы понтоны и пирсы и конечно же ваши любимые рыбки за которыми вы сюда приезжаете понырять посмотреть поснимать очень осталось есть ветерок дует но он не холодно да нет вообще супер а вот фургаде наверняка ветер побольше хотя там тоже очень много пляжей отельных там где ветра практически нет но тем не менее шарм зимой это точно здесь купаются и с детьми и взрослые всевозможные будем так говорить все возрасты купаются и она просто в кургаде будем так говорить как-то знаешь большая опасность акул наверно еще да как ты считаешь многие люди предпочитают и давай же расскажем обстановка как сеть сейчас обстановка в шарм-эль-швейхе все таки не так далеко здесь израиль находится многие тут часто тоже пишут как обстановка стоит ли ехать ну на данный момент я уже какие-то из бога говорил на данный момент здесь все спокойно есть полиция в крайнем случае тут бухте на мабе я уже говорил на входе на въезды стоит кпп все проверяется ходит патрули ну вообще никаких таких волнений здесь нет то есть обычная зона туристическая отдыха сам шарм-эль-шех это в принципе будет так говорить и локация только для туристов местных жителей здесь котелковых нет не забывайте здесь они приезжают на заработки вахтенным методом такого плана они обычно все кого мы не спросим они либо с каира либо с люксора других городов пока не встречали да так что шарм-эль-шехи пока все стабильно спокойно ну не пока будем надеяться что так оно и будет но на данный момент изменений никаких нет кстати и самолеты если пару месяцев назад нам туристы говорили что отменяли рейсы самолет один за другим за заходит на посадку про каждые пять минут до садится самолет этим еще тоже мне нравится будто за ними красиво наблюдать они красиво садятся за ними интересно наблюдать кому-то может быть это мешает но нам абсолютно нет кстати мы любители вот скажите чем мы там там не поплывем куда-то посмотреть рыбок ребят мы уже сто раз говорили что наши любимые пляжи это с песочным ходом с плавным ходом и мы не любители большие рыбок вы любители просто красного мира мира красного моря да и рыба в принципе мы видели сто тысяч раз и в батискафе и в подводной лодке и с лодкой с прозрачным днем да и с маской мы постоянно раньше маску с собой брали мы насмотрелись уже на рыбок доли поперек и напомню что мы были очевидцами полтора года назад в сахал хашиш как акула напала на женщину то есть это было на наших глазах из-за этого рыбок нам достаточно далеко глубоко мы не заплывая да мы любители просто покиснуть вот в море мы бы залазим сидим бывает по полчаса по часу просто наслаждаемся именно красным морем теплым красным морем попрошу заметить и в отеле настало время обеда мы конечно же не успели проголодаться ну и принципе мы на завтрак стараемся не переедать поэтому на обед какое-то минимальное количество курочки если будет и салатик кофе может выпьем чай посмотрим да посмотрим что там по супам потому что мы любители супа но в этом это ли к сожалению супы и так себе плюс я считаю что первое второе компот наверное это все-таки лишние коробчики тут копошатся и смотрите пляж не то что ой опустел практически никого нет ну естественно все ушли на обед море цикарное сегодня прекраснейшая отправляются экскурсии кораблики лодки с прозрачным дном в общем нам все нравится так что я еще вернусь наверно на пляж и вот олег уже пойдет скорее всего после обеда в номер да да нужно немножко поработать против света ничего не видно так что в кадре будет палечка я прозовела на полночке немножко под загорела и как я говорила настало время обеда обеда от едика и у нас сегодня курочка гриль взяли пару ножек рыбка оказалось это стейк или филе какое-то рыбки я почему-то открыла для себя цветную капусту не встали билан в отелях было редко здесь захотелось именно цветной капусты тарелочка овощей на двоих на двоих . воробьям и что еще воробьям картошечка фри тоже не мнение лиму а воробьям этой булочки надо иногда олега курица рыба картошка фри не воробьям не это не воробьям я взял попробовать рыба в принципе прикольная только мы мы не поняли что это стейки вроде как тунца даже чайковский напиток вишневый кока-кола и апельсинка и да на сладкое на этот у нас но обязательно в сумке пакетики для косточек от курицы не выбрасываем потому что у нас есть кого откормить том и джерри вернее дома и джерри так что всем закушает и нам тоже приятного аппетита так в одной отобедали камера была мною успешно отобранного олега можно было кстати посидеть на улице но солнышко припекает поэтому мы не стали хотя здесь можно покормить котов ворон да вот они смотрите там сверху прыгают воруют еду в общем я иду снова на пляж буквально на полчасика смысл сидеть в номере когда вы приехали на море олег небольшой любитель позагорать поэтому иду одна а ему лучше конечно там что-то поделать по перекидывать видео посидеть в общем как говорится с ноутбуком поработать набережная нам а бэй отельчик наш и вот он сразу пляжик скупнусь не скупнусь не знаю в душ точно схожу на пляже освежиться а может быть все таки и окунусь еще красном морюшке а людей практически вообще нет так ну что пока выключусь найду свое место в море покупаюсь или нет но вам обязательно его еще раз покажу всегда вы просите побольше моря показываете побольше моря ну да тем более мы каждый день здесь поэтому почему бы вам не поснимать в очередной раз в бухту волн практически не солнышко приятно пригревает как всегда самолеты заходят на посадку очень часто вы даже когда прилетаете в шарм обязательно пролетите над нашей бухтой на мобой как над нашей вот так они красиво заходят повторюсь кому-то это мешает но она наоборот очень и очередные туристы прилетают на красное море водичка мне кажется ребята все теплее и теплее я наверно даже быстренько окунусь ну как это будет на красном море и купаться в душе на пляже нет все таки сейчас пойду оставлю камеру и окунусь теплая 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 водичка а еще на всех пляжах уже наконец-то выключили эту громко громыхающую музыку потому что она очень отвлекает от моря я уже говорила не один раз я хочу послушать шум волн моря они музыку 1 те кто приходит просто на пляже полежать почитать или послушать свою какую-то музыку это очень неудобно но хорошо как она не целый день везде играет это хорошо а если вам видно не знаю рыбки ой птички пролетели класс чайка с вороной соревнуются за что-то уже дерутся рыбки греются возле пляжа возле берега вернее но конечно у них хищников и охотников на них куча особенно такая знаете рыба игла и но я не называю знаю как правильно все ребятки оставляю вас и иду купаться а вот и чаечка не боится прилетела рыбку половить ой так она маленькая почему-то думала не побольше и по-моему с красным плювом а это с беленьким валечка пришла и и сразу же встретила здесь тома бывший том потом мы рассмотрели оказывается это тома на обед была курица мой мой трется мы дали косточки надо писать гряду и кого-то еду вот даже не сильно богатый из этого берем косточки обычно мы к там берем от или что-то другое но эти котики довольно лохматиться по полной раньше не давала себя так зладить здесь да не давала красиво не знает как раз на готов египте зовут не киски скиса это много и это ей много в общем друзья на этом мы будем с вами прощаться это был практически целый день у нас в отеле для вас такое влоговое видео кусочек нашей жизни в отеле может вам такие видео больше буду заходить чем просто что-то снимать с вас лайкос подписочка пишите комментарии нравится вам такой формат именно чистой влог влог смотрите наши видео дальше они еще будут продолжаться но это же как говорится другие истории а с вами из египта из шар-мальшейха как всегда были олег валя и тома тома пока а